Добрый вечер, дорогие друзья! Что такое интернет сегодня? Зло или добро? Возможно, интернет сейчас служит источником знаний. Знаний технических, знаний эзотерических. Или же интернет – это источник проблем, зависимости, страданий, ухода от мира реальности в мир иллюзорных возможностей. Как разобраться с огромной гаммой видеоконтента, которым нас завлекает искусственный интеллект, интернет-пространство? На эти вопросы сегодня будет отвечать долгожданный гость передачи «Избранный», уникальный человек, молодой, активный, креативный, талантливый, гость сегодняшней передачи – Самсон Безмятежный. Он же является директором представительства Ютуба, знаменитого Ютуба в Казахстане. Самсон, а почему все-таки такой псевдоним? Это давняя история, ее все спрашивают. Когда-то в 14 лет у меня были достаточно длинные волосы, а не то, что сейчас. Вы видите то, что от них осталось. Я уже тогда увлекался журналистикой, я журналист по образованию. И я практиковался, проходил практику в Паладарской криминальной газете. И там без псевдонима никак, у меня была неделя, чтобы его выбрать, я ушел в Думы, подумал эту Думу и вернулся Самсон в силу длинных волос. Библейский персонаж, мифический или не мифический, кто знает. И Безмятежный в силу тогдашнего характера. На данный момент от Безмятежности мало что осталось, но я ее пытаюсь восстановить путем йоги, медитаций и так далее. А почему Безмятежность растворилась в суете, в будней? А вот из-за суеты будней и не растворилась. Может быть это связано с вашей работой, именно с интернет-пространством, переизбыток информации? Ну больше не переизбыток информации, дело в том, что интернет настолько гибкий, что в нем все меняется. Каждый месяц это какие-то новые фишки, новые функции, тот же самый Инстаграм, тот же самый Ютуб. И мы должны адаптироваться. Если вы знали, не знали, недавно Фейсбук поменял свои алгоритмы, опять в пользу друзей. А те рекламные страницы, что продвигались, огромные группы людей, что работали, большая многомиллиардная индустрия вынуждена была уволить сотни рабочих. И наш офис в том числе пострадал, у нас были большие проекты в Фейсбуке, и мы разом в один день расстались более чем двухсот людьми. Но это печально. Что это? Последствия кризиса? Это не последствия кризиса, это просто один конкретный человек, Марк Цукербек, захотел изменить алгоритму определенной социальной сети. И все. Из-за этого лишились работы многие люди. Кризис, который наступил уже потом, он наоборот оказывает благотворное влияние. Люди нашли себя, они же талантливые, в новых проектах. У нас появилось фитнес-приложение, у нас появились приложения раскраски для разных стран. И каждый нашел свое место под солнцем. А зачем интернет нужен? Можно ли жить без него? Сейчас тяжелее жить без него, я бы так сказал. Сейчас, если вспомнить даже мое детство, когда не было гугла, мне бы было проще учиться, проще находить информацию, зачастую ненужную, которую впихивали в нас учителя. Но сейчас в интернете столько самсон ненужной информации, согласитесь, которую человек добровольно впихивает, самовпихивает в себя. И потом возникают всякие нехорошие побочные явления, та же самая интернет-зависимость, которая является уже медицинским диагнозом на сегодняшнее время. Как с этим бороться? То есть столько потерянных душ, потерянного интеллекта. На самом деле к этому человек и стремится. Те же наблюдения ученых, что свидетельствует такая социальная изолированность, против которой я очень часто выступаю. Когда человек уже комфортнее, что ему будут писать на WhatsApp, а не звонить. Когда ему легче решить вопрос онлайн, нежели встречаться с людьми. А это все теряет так называемую функцию, которую я называю настоящность. Или реальность вообще всего происходящего. Когда мы теряем это, в результате эти люди вынуждены потреблять чужие эмоции. И выигрывают те, кто их создает, те, кто живут настоящей жизнью. С вами конкурируют сериалы в плане предоставления чужих эмоций? Вот как раз таки они и отстают уже. Кроме турецких, корейских сериалов, как раз ютюберы, видеоблогеры темы пользуются поэтому популярностью. И люди, кто променял сериалы на ютюберов, они о своем выборе не жалеют. Потому что этот человек настоящий всегда, вне зависимости от роли, он и играет самого себя. Мне интересует вопрос, как уже пришла идея тебе стать директором ютуба, представителем ютуба в Казахстане? Если говорить о моем творческом пути, начнем, будем копать немножко глубже тогда. Сам я из Паладара, там закончил журналистику, работал в местных СМИ. И тогда, в 2010 году, переехал в Алмату. Я уже, можно сказать, заправлял местной благосферой, но больше письменного толка. Когда люди должны были писать текста. И для меня то, что я являюсь сейчас главой партнера ютюба по Казахстану, нашей компании «Генезис», это тот же самый формат, то же самое объединение людей, комьюнити, но уже в плане видео. Это более творческое направление, более эмоциональное, более, можно сказать, даже дружелюбное. Потому как основа всего этого направления – это все-таки позитив. Позитивные видео, которые мы создаем. В далеком 2014 году, казалось, 300 тысяч подписчиков набрать почти невозможно. Мы их набрали. И я понял, что местного представительства здесь по ютюбу нет. И надо его создать. Что-то такой патриотический акт обязательно надо сделать. Я поехал в Москву, понял, как это правильно провернуть, и создался такой треугольник. Я, «Генезис» и «Гугл», который породил «Генезис» и «Ютюб Казахстан». Теперь уже «Централ-Азия», теперь уже «Африка». И мы имеем проекты даже в Африке и англоязычные каналы на рынке США, Филиппин. Тот же африканский рынок. Самсон, я слушаю вас, представляю всю эту широту географической палитры, ее многоцветие, красочность. Но для Казахстана есть какие-то перспективы? У нас очень мало населения. И зачастую развитие в ту или иную сторону какой-то области носит тупиковый характер. В плане развития интернета, ютуба перспективы достаточные или все-таки они сильно ограничены? На самом деле, я каждый раз говорю, что казахстанцы мало понимают, как нам повезло. У нас полноценный 4G интернет, и это основа на самом деле. Потому что у нас всего, с обратной стороны, с авторской всего, там под 50 авторов ютуба регулярно, которые что-то выпускают. И около 100 инстаграм-вайнеров, которые тоже регулярно что-то выпускают. Это катастрофически малое количество, когда в России тоже это десятки тысяч человек. Когда в Украине это под десяток тысяч человек. Даже Беларусь опережает в этом плане. Казахстан и Кыргызстан наделены отличным интернетом, но не пользуются этой возможностью. А в чем причина? Я считаю, это лень. Наша местная замечательная лень. Многие видят перспективу не в развитии какого-то авторства, а в развитии других аспектов своей жизни. Даже нефтяная какая-то сфера, либо экономика, либо обычные специальности. Ну и просто человек не знает, что в ютубе можно заработать. Вот расскажите телезрителю и нам с Алиханом, как заработать в ютубе. Пять секретов от Сапсона, как заработать в ютубе. Звездная минута на телеканале Хит ТВ. Блиц мастер-класс. Я вчера буквально писал пост в своем инстаграме и фейсбуке о том, что если вы владеете английским, испанским, японским, вообще замечательно будет языком, или хотя бы казахским, то у вас все шансы обрести нишу, можно сказать, даже в мировом пространстве ютуба. Потому как любое знание языков, оно, можно сказать, импортирует наши навыки, наши знания, даст возможность создавать здесь, находясь в Алматы, каналы для всего мира. В Киеве есть отличные примеры. Начинали девочки вдвоем. Канал посвящен всякому хедмейду, челленджам для подростков, всякие эксперименты для тинейджеров. Называется Трум-Трум. У них есть аналоги этого же канала на португальском, испанском, русском, английском языках. А все сделано в Киеве. И просто-напросто озвучка переведена на другой язык. Вот такая киевская мова на испанском, когда звучит, это очень вдохновляет на самом деле. И когда вот экономическое состояние страны голодное, это тоже влияет. Потому что, с другой стороны, я недавно был в Бишкеке, и там есть три анимационных студии, которые делают детский контент для англоязычного мира. Снимают всякий трэш, типа «Спайдер-мен спасает Белоснежку от Годзиллы». И казалось бы, кто это будет смотреть, а там под роликом 300 миллионов просмотров. 300 миллионов просмотров по американским деньгам, ну, примерно это 15-20 тысяч долларов, которые принесла реклама автору. Ну и, собственно, откуда деньги в Ютьюбе от рекламы? Есть один миф, что Ютьюб платит за просмотры. Это, естественно, миф, иначе Деспоситро был бы богаче Билла Гейтса, автор этой песни, и исполнитель. Там, за миллиард просмотров у него. Когда реклама идет на твоем ролике, тогда, собственно, некая копейка может упасть у тебя в кошелек. А может и не упасть? Если рекламы нет, то не упадет. Соответственно, если вы где-нибудь создаете в какой-нибудь маленькой азиатской стране свой Ютьюб-канал, где с экономикой вообще все плохо, либо в Африке, что нам сейчас тяжело удается, там, естественно, рекламный рынок еще не дорос до этого. Но мне кажется, Самсон, у нас в Казахстане рекламный рынок в интернете как-то не сильно заметен. Он как-то только пророщен. Насколько я помню, последние данные всего лишь 15% от всего бюджета оседает в интернете, от рекламных бюджетов. Единственное лекарство – это ликбез рынка. То есть маркетологов надо целенаправленно обучать тому, что реклама в интернете в целом, а в Ютьюбе особенно, эффективна. И давать понять, как это посчитать. Как можно посчитать интернет? А посчитать-то его точно легче, чем билборды, наружка, СМИ. Потому что мы всегда видим, что... Я знаю, например, у нас были случаи, когда мы через видеорекламу продавали холодильники. И это только в Казахстане, мне кажется, возможно. Когда можно, посмотрев видеоролик на Smart TV, перейти по ссылке, купить холодильник и вернуться к просмотру любимой программы. Потому что казахстанцы – это в недалеком будущем как раз яркие представители поколения Z. Люди, которым комфортно сидеть дома и заниматься шопингом из дома. Когда я узнаю о какой-то новинке, я смотрю о ней видеообзор, иду в интернет-магазин, покупаю гаджет. Я не хочу его щупать. Я не хочу приходить в магазин на витрину. Я хочу, чтобы мне его доставили. Что такое интернет-зависимость? Когда люди имеют сложности в общении со своей семьей, с коллегами, с друзьями. И реализуют свои потребности через интернет. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, они отрываются от реальности физического мира, переходят в виртуальную реальность. Здесь вы правы. Как раз очень правильное слово назвали – виртуальная реальность. С каким бы, так сказать, оптимизмом я не верил в настоящие эмоции людей, что все вернется в то, что мы решим какой-нибудь взять интернет-рубильник и ликвидировать эту помойку, этого не случится. И я с этим смирился. Советую остальным потихоньку смириться. А было желание, да? Конечно. Ну, в смысле, каждому полезно куда-нибудь уехать в степь или в аулы и пожить нормальной жизнью. Но я теперь человек, который не может, к сожалению, даже отключить телефон. Потому что все меня что-то это хотят. Кому-то, да, я нужен. Суть в том, что вы назвали правильное слово – виртуальная реальность. Это и есть будущее видеоопотребление в недалеком, абсолютно недалеком будущем для Америки и чуть-чуть далеком для нас. Десять лет я даю максимум. Что это такое? Представьте себе пятницу. Человек вместо телевизора, турецкого сериала приходит домой, надевает очки виртуальной реальности и наслаждается до воскресенья, до утра, одним днем жизни Бьонс. Ее глазами он видит все, как происходит перед его глазами эта жизнь. И проживает ее. Через турецкие сериалы мы проживаем четыре жизни. Через корейские, неважно. То же самое будет применено к виртуальной реальности, когда люди уже пойдут целенаправленно. Потому что большинство людей, как ни крути, как бы они ни хотели другого, они работают на достаточно скучных работах. Если не о далеком будущем, Самсон, сейчас, что интересно казахстанскому рынку в Ютубе? Что в трендах? Я читал твой пост последний, как раз написал, что сейчас казахстанские аудитории генерируют около 7 миллионов просмотров. Именно казахстанский контент. Казахстанский контент. Казахстанский контент. Казахстанский зритель в Ютубе голодный. Он вынужден потреблять музыкальные клипы, он вынужден потреблять телевизионный контент. Но мы-то понимаем внутри, что будущее за видеоблогером. Но видеоблогеры казахстанские, они очень рассеянные. Они не знают о существовании друг друга. Там пока нет комьюнити, общества, сообщества, которые мы пытаемся сейчас объединить и сформировать. Есть, например, три брата, которые занимаются ремонтом на дому. А в свободное время ведут Ютуб-канал, пазл. И они единственные, кому удалось все это настолько развить, что у них почти 300 тысяч подписчиков на канале. Ребята, которые устремлены правильно и понимают, что не сейчас, но через год-два это будет приносить хорошие бабки, и они могут не заниматься ремонтом. И говоря по темам, на самом деле, если смотреть, казахскоязычную нишу, ниш огромное количество, я бы сказал бездна. Нету ни одного фитнес-блога на казахском языке, да даже на русском, если брать Казахстан. Нет ни одного развлекательного, образовательного канала о казахском языке. Просто скажи мне, Алихан, что такое Кулпанай? В юмористическом контексте я тебя умоляю, хотя бы по слову в день, хотя бы по минутке. Только недавно, и я горжусь этим достижением, что это в Казахстане появилось, появился кулинарный канал на казахском языке. Он находится, его автор, в Экибастузе. Она снимает видео в 4К. То, до чего наше телевидение еще не сильно дошло. Девочка сделала видео, просто назвала его Бау Исак, и у него миллион просмотров. Молодец, какая. Аселя Илья Аскаровна, ты лучшая. Здорово. Скажи, пожалуйста, среди наших блогеров есть ли те, кто конкурирует с российскими, тем же самым белорусскими? Просто, или у них тоже такое ощущение, что они хуже, чем они. Просто наша вся эстрада немного закомплексована, да, у них уже автоматически врожденное такое чувство, что они хуже, чем российская эстрада. В принципе, это государство нам само дает понять в том же самом гонораре, приглашая и давая все возможности приезжим артистам, и не давая никакие возможности нашим, казахстанским. Как обстоят дела в блогинге? Ну, во-первых, надо снять с головы вот этот, не знаю, как овод, да, который нас опоясывает, говоря о том, что мы хуже, мы лучше и так далее. Надо вообще открыть мозги, open mind, и понять, что ты можешь пригодиться где-нибудь в Аляске, где-нибудь в Филиппинах и так далее. Где-нибудь твой контент да оказывается кому-то нужен. В Казахстане есть автор американского YouTube-канала, клуба поедателей песка. Ой, как интересно. У канала пять тысяч подписчиков на английском языке все ведется. Это маленькая комьюнити, клуб там, любители вышивать бисером, да, и так далее. На каком языке ты это будешь делать? Знаешь испанские дела на испанском, ты найдешь свою аудиторию, если там нет такого же автора. Тамсон, вот, например, блогер хочет завоевать казахстанскую аудиторию, а другой российскую. Какая-то диастематика важна для завоевания аудитории? Посоветуйте что-то телезрителям. Для Казахстана не надо, я не буду ни в коем случае советовать, что надо для Казахстана, да, хотя бы самое вот то, что на выдане, всегда говорю об этом, это ниша фитнеса, ниша спорта, что-нибудь, спортивный видеоблог на казахском языке замутите меня, я буду вас на руках носить. Ну, вот вы все говорите фитнес, кулинария, а как же Самсон искусство и культура? Вот есть какие-то книжные блоги, да, но они, по-моему, уже в каком-то коматозном состоянии. Почему? Опять-таки, я возвращаюсь к теме мотивации к просмотру для аудитории. Это что, не казахстанская тематика? Театры, книги, Я перечислю только то, что в Казахстане сейчас нет, но, казалось бы, это вот странно. Книжная тематика, она достаточно узкая. Причем, у нас есть так называемый такой анализ, вообще все аудитории, людям все равно нужно развлечение. Надо понять, что YouTube здесь воспринимается не как образовательная платформа, как в некоторых странах, а как развлекательная платформа. И даже если мы собираемся создать формат замечательный, познавательный о книгах, мы должны все равно комбинировать познавательно-развлекательный формат. Это и есть конструктор и формула успеха одновременно. Если я прочитал Паула Каэлли, я должен одеться в какой-нибудь образ из книги, обыграть его, а не просто как говорящая голова рассказывать, какая замечательная книга оказалась сегодня в моих руках, чтобы все заснули на трое историю. Это уже полезно, да? Перед сном посмотреть место снотворного. Я найду свою аудиторию, пять человек, а я хочу, чтобы меня смотрели тысячи. Я хочу, чтобы это какие-то деньги приносило, хотя бы, чтобы это окупалось. Потому что идя целенаправленно на какие-то социальные форматы, вы должны понимать, что это узкая аудитория. Да, она может быть элитной, да, может быть, когда-то ее будут покупать за большие деньги, но сейчас твой потолок, например, не знаю, канала, не знаю, ювелирных украшений для казахстанцев или о моде в Казахстане, там, 50 тысяч подписчиков. Ну все, ты дальше не прыгнешь, потому что тогда тебе надо будет добавлять развлечения или ездить по другим странам, подключать другие аудитории. Хорошо, тогда другой вопрос. Когда Казахстан придет уже к этому, к образовательной платформе, помимо развлечения, куда дальше расти блогерам? Каждый раз шутить, им уже завтра 30, 40, 50, они все ходят, высасывают уже из пальца, весь юмор, который уже нет, как вот происходит у наших вайнеров, одни и те же приколы, одни и те же истории, которые уже просто никто не смотрит, все начинают отписываться от них, потому что они уже всех надоели, они везде одни и те же лица. Ты правильно читаешь тренд текущий, многим все это надоело, поэтому в России появляются такие форматы, ты их сам прекрасно, вы знаете их, это Дудь, который появился для взрослой аудитории в YouTube, который уже познавательный и замечательный интервью приподнял. Это формат, блогер, которого мы очень зовем в Казахстан, я надеюсь, когда-нибудь он приедет, это формат Ян Топлеса. Ян Топлеса это один из ключевых блогеров, который делает стопроцентно годный контент, так называемый. Это полезный контент. Почему солнце греет и почему оно желтое? Научно-популярный контент, да. Не только научно-популярный, он может и эзотерику затронуть, и переселение душ, но понятнейшим образом молодежи это рассказать. И людям это становится вновь интересно, то есть в другом формате. Надо просто смириться, наверное, с тем, что нынешнее поколение настолько клиповое, что оно за минуту хочет обработать и переварить все, что ей скажут. Оно хочет быстро схавать тему, так сказать. Оно быстро хочет ее понять. И в три-две минуты надо укладываться, чтобы доносить им сложные темы. Почему сейчас девальвация в Казахстане? Кто-нибудь не может понятным языком это объяснить? Нет. вот именно в таком формате, каком-нибудь инфографике, клиповом. Не обязательно развлекательным, просто познавательным. И вот за такими людьми, естественно, будущее Ютьюба, Инстаграма и остальным, когда полезные советы, лайфхаки, как жить, можно сказать, что может помочь на пути жизненном, это сейчас востребовано. Мы видим это, кстати, по новым и споноязычным каналам формата DIY. Do it yourself. Там, когда из гирлянды собираешь там, картошку. И наоборот, из туалетной бумаги кучу подделок делаешь для дома. То, что может пригодиться в хозяйстве и не требует никаких вложений. А у нас всего два блогера в таком формате. И ни одного казахскоязычного, кстати, DIY никто не делает на казахском. Это мальчик с Уральска, он переехал в Чехию Дэкским. И девочка с Астаны Айсулуна Итаева Фэнси Санта. Хорошо, а ваша задача какова? Вот вы помогаете людям найти вот эти ниши и чтобы они наконец-таки овладели вот теми знаниями, которыми вы владеете, чтобы вы это передали. Просто уже прошло достаточно много времени, три года, да? А вот вы сказали, что у нас всего там 50 блогеров, тут 5 блогеров за три года. Когда у нас начнет уже рост появляться вот этих новых нужных, интересных блогеров? за которыми ты хочешь смотреть, ты не будешь все время «наши», «ой, это же наш», отключать и переходить на ссылки российских блогеров? Когда на сайте этот момент? Или это проблема уже само общество, уже автоматически принижаешь свои? Нет, здесь ты прав. Мы со своей стороны стараемся проводить образовательные мероприятия, которые становятся с каждым месяцем все больше и больше. некий формат YouTube академии, школы, где блогер может получить все знания. На самом деле все просто, надо просто зайти на YouTube академию и там все почитать. Оно доступно в интернете. Первые шаги, первые взаимодействия с рекламодателем, как видео вообще снимать. Но мы понимаем, что все равно приходится идти в народ и все равно доносить им лично эти идеи. И главное все-таки добиться нам сейчас с опенмайнда. Я хочу, чтобы казахстанцы здесь, находясь в Алма-Ате, делали не только для местного населения что-то, но и вовне. Только тогда мы и покажем себя как страна креаторов. Например, два десятка блогеров требуется дать рекламу, не знаю, там, шампуню или витаминные добавки. И, конечно, в первую очередь взгляд рекламодателя падает на количество подписчиков. Но это же можно эту цифру купить, подделать. Как сориентироваться здесь рекламодателю? Не потратить впустую свои деньги? Рекламодателю надо образовываться. В первую очередь понимать, что подписчики это не есть все. Это давние времена, когда Инстаграм только появлялся. Но на что ориентироваться, Самсон? В Ютубе, в частности, на уникальную аудиторию. Смело запрашивайте блогера скриншоты, а лучше доступ менеджера, как можно посмотреть твою статистику. Есть такая уникальная аудитория. Я знаю, что у Алихана при 500 подписчиках только 100 живых. Все, и это все говорит. И все разрушают воздушные замки о том, что у меня миллион подписчиков и так далее. Более того, это опасно делать, если канал, например, не живой долгое время, а я захотел рекламу на него купить. Ютуб наказывает за то, что вы мало производите до него. Можно сказать и так. Если вы нерегулярный автор, если вы на полгода решили куда-то в отпуск уйти, а у тебя миллион подписчиков в это время, то не жди, что тебя посмотрят те же полмиллиона просмотров. Тебя посмотрят там от силы сто тысяч раз. Потому что Ютуб не дарит просто так свои инструменты. он вынуждает вынуждает тебя каждую неделю что-то производить. Самсон, смотрите, проблема, мне кажется, широкого спектра. Отсутствие мотивации, отсутствие какой-то целеустремленности у казахстанского жителя. Не только в реализации себя как блогера, но в реализации себя как личности в любой сфере. Вот, например, московские издательства почему не очень любят иметь дело с казахстанскими писателями, потому что, ну, знаете, есть такой эффект самоназвания. Человек издал там от одной до пяти книг уже гордо именует себя писатель, да, он эти книги за 10 лет написал. И почему-то, получается, блогеры не хотят регулярно писать. Отчего это? Это что-то, какая-то генетическая предрасположенность казахстанского суперэтнеса? Или внутренние ощущения отсутствия перспектив? Или просто оправдание себя этим якобы отсутствием перспектив? Ведь на самом деле, если есть желание, можно себя реализовать. Есть шикарные примеры наших соотечественников, тот же самый Марат Бесингалиев, который реализовал себя за рубежом. Мария Мудряк, я сейчас говорю о людях искусства. Наверняка вы знаете таких же блогеров. Но почему у тех людей, которые могли бы составить широкую прослойку людей искусства или блогеров, эта мотивация отсутствует? Я думал когда-то над этим вопросом, как раз после поездок в Киев и Бишкек мне пришел ответ на самом деле. Наши люди более предисположены к краткосрочному заработку. Недолгосрочно, что я хочу, например, открыть YouTube-канал, я знаю, что через два года он мне деньги принесет. Потому что я знаю сотни примеров в этом. Я хочу сейчас где-нибудь что-нибудь заработать. Это что, это рыночное невежество такое? То есть непонимание бизнеса? Немножко по-другому. Наши продакшены, которые могли бы пойти в YouTube, сколько тренингов я для них проводил, из-за своей вот этой приверженности к старым стандартам, то, что есть корова, которая дает молоко, они от нее не скоро отвяжутся. Но рано или поздно это все может раз и схлопнуться. Как с телеканалами, так и с продакшенами, так и с блогерами та же история. Суть в том, что YouTube должен служить некой финансовой подушкой для людей творческих. Да, конечно, производите что-то для телеканалов, для всего сообщества, по любому заказу, ну так далее. Но не забывайте о самом себе, о своем имени, репутации и имидже. И ни один продакшен, к сожалению, полноценно до сих пор не пришел в YouTube. В YouTube существуют какие-то ограничения, цензура, то и дело в новостях мелькает, что YouTube там снял с видеотрансляции те ролики, другие ролики закрыл. YouTube наиболее безопасный, так скажем, в видеосервисе в интернете, потому что как раз ограничений очень большое количество. Если вы собираетесь делать, например, детский контент, то вам придется прочитать 90-страничную инструкцию, чего там делать нельзя. Ребенок не должен плакать, изображать насилие, кого-то избивать, драться. И это правильно. Чем безопаснее контент, особенно для наших детей, тем лучше для него. Очень множество случаев было за время существования YouTube либо различных блокировок контента. Целый огромный, десятитысячный штат модераторов, специалистов все это ежедневно отсматривает. И у этих людей, как я читал, даже есть свой психиатр, потому что очень тяжело представить, что они там внутри делают. Еще бы, да. Что они видят. Что они видят. Потому что это тяжело, естественно. и кто-то этим должен заниматься. Поэтому здесь с точки зрения смотреть YouTube или нет, конечно смотреть. Но YouTube как раз еще одно ограничение недавно ввел, классное. Он будет уведомлять своих подписчиков о том, что вы слишком много времени проводите за просмотром YouTube. Все. Окей. Хватит. У меня такой вопрос к тебе. А у тебя у самого есть YouTube канал? Да, есть YouTube канал. Как отряд дела с ним? Как много подписчиков? Ну, я скажу главное. Там были просто мои интервью, какие-то нарезки, какие-то ролики, что я когда-то снимал. Сейчас я более-менее нашел свое YouTube направление. То, чем я занимаюсь и где расту, это сфера танцев. И мой танцевальный видеоблог я планирую дальше развивать в таком же ключе. Подключаю туда сочетание с йогой на гамаках и танцах на полотнах. О, как интересно. Будем ждать уже. В вашем исполнении? Да. А уже есть какие-то выпуски? Я тебе покажу. Буду ждать. Ссылочку закрытым доступом. Ну, вот мы все говорим о YouTube, о соцсетях, но как же все-таки человеку, который не соприкасался с этим, но посмотрел, послушал нашу беседу и сказал, я хочу открыть свой YouTube канал. Какие тут шаги ему следует совершить? Позвоните мне. На самом деле, самый быстрый способ, чтобы это все осуществить, не надо лезть в гайды, изучать что-то самому и так далее. Если у вас есть ключевая мировая идея, которую вы готовы нести в свет, и вы уверены на 100% что это и есть Таниша, да, подписывайтесь на меня в соцсетях и позвоните мне. Потому что именно таких самородков я ищу. Недавно ко мне в офис пришел один такой самородок, очень светлый человек широкой души, и я уверен, что она будет творить мировой уровень видеоконтентом. Я даже знаю, о ком ты говоришь. Вот-вот. А на какую тему? Национальность, так скажем, в общем. Это человек, который способен быть разным и перевоплощаться. Скоро о нем весь Казахстан узнает. Очень быстро узнает, потому что то, что она делает, невозможно это приглядеть. Какое будущее вообще ближайшее за два года ожидает казахстанских блогеров и вообще казахстанцев? Чего ожидать от Ютуба? Какого контента? Я бы сказал, наверное, не будущее, я бы сказал как пожелание, куда надо смотреть. Смотреть надо уже сейчас в сферу виртуальной реальности. Ни одной достойной в Казахстане пока не произведена. Смотреть надо в сторону казахскоязычного контента, потому что ниши, которые перечислил, кто, если не мы, или кто из тех, кто нас смотрит, это сделает. Кто-то достилает рано или поздно. Это должно случиться, е-мое. Это мой призыв, соответственно, что надо плодить, делать контент, не унывать, экспериментировать и, по сути, просто генерировать. Будущее. Будущее все-таки за полезным контентом, ближе к DIY, ближе к познавательному контенту. Тот, который тебе рано или поздно в жизни пригодится. Развлекуха рано или поздно, она либо как фоном идет, так чисто расслабиться перед сном, но в жизни YouTube как раз одна из площадок, которую ты можешь очень классно использовать для жизни, как свой личный лайфхакер. Ну, я знаю, что Россия активно использует именно обучающую функцию YouTube, то есть это общая для нас с вами тема, что существуют духовные спикеры разных конфессий, например, Александр Геннадьевич Хакимов, и у них огромная аудитория именно в России, то есть в этом направлении в России как бы все более-менее хорошо. На самом деле очень хочется, чтобы люди, так скажем, уже мудрые, специалисты, эксперты тоже приходили в YouTube и использовали его как площадку для видеоуроков, для видеолекций, понимая, что это может быть интро, но это может быть какая-то часть знаний, и ты будешь благодаря YouTube продавать весь курс, какой-то интенсив, либо какую-то целую науку. Мало кто это в Казахстане, к сожалению, понимает. А так уже работает механизм во всем мире, и это отлично. Чем больше ты отдаешь, тем больше делишься знаниями, тем больше ты накапливаешь новые, тем больше к тебе приходит народ за этим обучением. А вот продолжительность ролика какая, оптимальная для казахстанского зрителя? Зависит от формата. То есть если ты собрался делать формат интервью, но не более получаса, зритель наш все равно самый ценный ресурс у нынешнего человека это его время. Ты по сути выкупаешь его время, ты должен своей картинкой, обложкой, описанием, заголовком выкупить его время. И будет ли он разочарован после этого или нет, от тебя зависит. насколько эмоционально, насколько правильно ты это преподнесешь, насколько он готов на тебя подписаться. Если мы делаем какую-то развлекуху, то наш народ воспитан как раз в духе Инстаграма. Это та же минута видео. Ее можно растянуть на целый скетч-ком на 5-7 минут. Ну и в целом продолжительность, которую я советую начинающим блогерам. Делать 5-минутки, начать с этого, а дальше больше. Когда у вас 100 тысяч подписчиков будет, вы спокойно можете с 5-ти минут переходить к часовым трансляциям, потому что эти 100 тысяч вас благодарят. Ты для них сыграл какую-то роль. Ты для них кто-то. Продюсирование у нас основано на разделении будущего дохода. Доход мы делим 50 на 50. Мы не говорим, что вот Алихан, заплати мне сейчас 50 тысяч долларов, я из тебя сделаю звезду. Нет, мы понимаем, что это как риск для вас, так и для нас. Если мы уверены в том, что ты придумал, а YouTube это математика, это анализ. Все можно посчитать, аудиторию, ее интересы, прибыль от этого. Если та идея, мы действительно понимаем, что она через года 2-3 может масштабироваться на другие страны, если ее можно переозвучить на другие языки, тогда мы будем с тобой работать, Алихан, за счет будущих доходов. Единственное требование здесь, как к продакшену уже со стороны блогера, то, что должно быть у тебя изначально. Камера, хотя бы какой-то звук, хотя бы какой-то свет. Уж изволь вложить в монтажку 200 тысяч тенгири или хотя бы полмиллиона потратить, чтобы уже в недалеком будущем хорошо заработать. Но тут одна важная вещь. Самая важная мысль, которую я на всех конференциях повторяю. Никогда не стоит идти в YouTube или тот же Instagram в Вайне, когда душа к этому не лежит, но хочется заработать. Это самая гиблая идея, которая может прийти в эту голову. Я знаю нескольких авторов каналов, больших каналов, миллионников, которые мечтают сейчас продать свой YouTube канал. Когда человек воспринимает творчество как источник бизнеса и денег, то все. Может, ему лучше финансовую сферу было пойти, если так. И крест ставится всегда на этих попытках, потому что YouTube награждает за старания постепенно. А ты составил бизнес-план, подумал, что через три месяца будешь зарабатывать, и что-то не зарабатываешь. Что делать? Не хочу больше выпускать. Денег нету, что-то я просчитался, что-то Самсон меня обманул. И вот такое случается очень часто, когда человек просто в унынии опускает голову и понимает, что все. Нельзя идти в YouTube за деньгами, надо идти за тем, что нравится. И за то, что тебе нравится, YouTube потом начнет платить. Не сейчас, не через год может быть, но через два точно. как гипнотерапевт закипнотизировал. Самсон, а вот с авторским правом оно распространяется на контент YouTube каналов? Конечно. Каким образом? Ну, то есть, если вы залили ролик, это ваш авторский контент, если вы увидели ролик на другом канале, вы можете подать ручную жалобу на него, его удалять. Плюс, сейчас алгоритмы YouTube настолько стали мощными, что каналы, которые будут перезаливать ваши ролики, кто-нибудь своровал ваш аккаунт, то он будет блокировать их. Есть более, так сказать, прокаченные аккаунты, где я просто ставлю галочку и никакой Вася Пупкин вообще даже загрузить не сможет. Это мы такие услуги предоставляем. То есть, с авторским как раз-таки более, я бы сказал, даже серьезные ситуации сейчас. С этим работают очень сильно. Если вы используете чужую музыку, надо проверить, можно ли ее использовать, будет ли правовладатель монетизировать ее. Ну, если вы хотите сами зарабатывать, надо ее купить. То есть, стандартные моменты авторского права, но когда мы начинали работать на рынке Казахстана, с этим было тяжело, да. Многие контент-менеджеры телеканалов клали деньги Ютуба себе в карман. И легализация это всего заняла у нас определенное время. Вот. Ну, и многие там вообще не знали, что там какие-то деньги бежат. Там 300 долларов у них где-то скопилось, они не могли их вывезти, мы помогали в этих случаях. И потихоньку, понемногу народ уже приходит к тому, что есть понимание, что Ютуб, это не просто хобби, Ютуб дает какое-то вознаграждение за труды. И вопрос последний. Все-таки я представляю себя, например, опять-таки телезрителем, который загорел с желанием создать свой Ютуб-канал. И такая животрепещущая тема, она обсуждается в интернете громко, она даже вышла уже на правовое такое, как бы, законодательную систему урегулирования правовое за критические замечания, оскорбительные выпады. Вот как будущему блогеру, реагировать на критику и оскорбление в свой адрес? Одно из самых важных, ключевых моментов для Ютуб-автора это иметь интернет-иммунитет. А лучше уже его прокачать где-нибудь в Инстаграме, в Фейсбуке, быть несколько раз уже покрытым матом и так далее. Потому что Ютуб осознанно найти и думать, что ты всем будешь нравиться. Вот кому нравится мой коротавый голос? Кому-то не нравится моя лысина. Кому-то не нравлюсь в целом я? Вы вполне симпатичный молодой человек. Мне все нравится. это для вас. А мне не нравится. И такого, можно сказать, количества озлобленных людей будет много. Но мало кто понимает, что эти люди и есть ваши самые преданные подписчики. которые ждать следующего выпуска. Чтобы вновь сказать, что я вас думаю. Сидел у себя где-нибудь в актау на диване, попивая чашку кофе и говоря, вот какой я замечательный троллинг сегодня провел. супербуллинг, все. Я ее расстрязал. Для себя он герой. Для вас это боль. Но его боль и его боль. Вот и все. Он абстрагируется. Ему-то что? Хоть кто-нибудь за ним приедет? Навряд. Эти все судебные иски, припирания рамсы на юридическом уже основании. Это все абсолютная фикция. Для интернета это не будет иметь особого значения. Более того, так называемые вот эти споры между блогерами, кто-то кого-то обидел. В российском пространстве это уже шоу-бизнес. Я говорю, Алихан, алло, что-то давно скучно что-то в нашем ютубе. Давай я на тебя короче диск запишу. Типа претензии, типа ты меня оскорбил. Давай, давай, договорились. И понеслась мы с тобой такие враги. У тебя армия поклонников, у меня армия поклонников. Мои подписчики к тебе переходят смотреть за этим. Твои подписчики ко мне. И вот это все тоже такой момент манипуляции. По поводу вашей продюсерской поддержки. Меня интересует, что входит в эту продюсерскую поддержку. И есть ли у вас юридическая также поддержка ваших будущих клиентов. Вы сказали, что если вы хотите, чтобы мы вас продюсировали, у вас должен быть изначально какой-то определенный капитал для того, чтобы вы могли вложиться хотя бы изначально в ваш бизнес. Но на самом деле продюсеры же бывают разные. Есть продюсеры, которые полностью вкладываются затем просто на договорной основе. Либо 20 на 80%, либо 50 на 50%. Уже как договариваются. Вот вы только получается даете моральную поддержку и поддержку в виде советов, но берете 50% в будущем, ну в будущем опять же, это виз, конечно, но берете 50% в прибыли себе. Как у вас происходит продюсерская поддержка? Расскажите поподробнее. Надо понимать, что это обязательства с обоих сторон. Ты как автор, мы должны быть в тебе уверены, что ты с нами и вообще с проектом года на 3-4. Ты должен в него искренне верить. Как правило, это разделение доходов и расходов 50 на 50. Мы инвестируем в новое оборудование, мы инвестируем в маркетинг, мы инвестируем в целом в стратегическое развитие канала. Консультации это лишь часть, которую мы даем и так нашим партнерам, с кем мы по умолчанию работаем в Казахстане. Их больше 300. А продюсерские проекты пока именно для Казахстана у нас их нет, и я хочу получить тот человек, который будет именно из Алматы везти. У нас есть такие кейсы в Украине, в Киеве, есть в Бишкейке, а здесь нет. Я жду. Вот наконец-то один автор появился, который мне рассказал, а теперь я хочу, чтобы их было больше. Спасибо вам за такое информативное, глубокое, содержательное интервью, беседу. Я думаю, что благодаря этому интервью произойдет перемены в сознании, в мышлении нас, всех казахстанцев, и ваши мечты начнут с нужной скоростью реализовываться. За решение хочу добавить, раз программа называется «Избранный». Избранный тут не я, на самом деле. Нет, именно вы. Сегодня вы. Не хочу быть. Отказывайте. Придется, Самсон. Я хочу найти избранных. Я хочу найти избранных авторов, которых посетила та самая мировая идея контента, который хочется создавать для всего мира. Вот за такими избранными я здесь в студии нахожусь. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо вам. Пусть у вас все получается, все сложится, и пусть каждый ваш новый день будет гораздо интереснее продуктивного предыдущего. Спасибо большое, Самсон, за то, что ты пришел сегодня к нам на студию. Действительно, если избранный по ту сторону экрана обращаетесь к Самсону, он сделает из вас гениев Ютуба, и я думаю, ты скоро найдешь свои продюсерские проекты, которые будут приносить не только моральное удовлетворение, но и финансовое вознаграждение, чтобы твое имя было уже напечатано на века, чтобы действительно ты стал проредителем Ютуба в Казахстане, не только в Казахстане, в Центральной Азии и в Африке, чтобы все ваши идеи, проекты совместно с этим всеми комьюнити развивались от такой силы, чтобы просто Ютуб уже мировой не мог даже рядом стоять. Пусть все ваши проекты получаются на ура то, как вы запланировали, даже лучше, чем вы запланировали. Удачи, и действительно, ты сегодня избранный, и ты ищешь избранных себе в команду, поэтому не отказывайся от этого статуса, так как ты сегодня единственный, кто в нашей студии, поэтому ты у нас избранный. Мы выбрали тебя, чтобы ты поделился и рассказал всеми секретами Ютуба. Я думаю, это действительно было интересно и познавательно, как для нас, так и для наших телезрителей. Спасибо за то, что пришел. Меня бесконечно радует широкая, далекая перспектива нашей любимой с вами родины, нашего Казахстана. У нас страна молодая, полная талантливых людей, очень креативных, созидательных, молодых. И эти люди обязательно выведут нашу страну на более высокий уровень развития. Это просто неизбежно. И это развитие пойдет и вширь, и вглубь, потому что наша реальность, в которой мы живем, она многомерна. Это уже давно известно квантовым физикам. И эту многомерность мы можем с вами увидеть в любой момент, зайдя в интернет. Интернет, возможно отражение, возможно иное воплощение нашей материальной действительности. И в нем так много опасностей, но намного больше возможностей. Изучайте все доступные нам реальности и оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok